Вау, всем привет! Мы продолжаем проходить с вами Metro Exodus. Вчера мы остановились на этом месте, когда мы спасали Анну. Мы её спасли. Сейчас мы идём к полковнику. И, кстати, я хотел бы вас поблагодарить за то, что вчера на нашем канале был маленький такой юбилей. 100 подписчиков. Конечно, это там не миллионы нас пока что. Надеюсь, что когда-то такое будет. Но пока стоит человек, и я очень вам благодарен за то, что вы со мной, за то, что вы меня смотрите. Мне правда это очень приятно. Ну и на такой прекрасной ноте погнали к нашему полковнику. Так, тут какие-то мухи летают. Ну я так понимаю, ей не сильно понравилось здесь. У них какое-то неприятное общение, по-моему, было с этим. О, тут что-то есть. Что-то можно забрать, да, новую заметку. Дневник офицера. Я там открыл, если хотите почитать, я думаю, нажмёте на паузу, да? Я просто не всегда люблю читать всё это. Вот мне в этот раз не интересно, что там. Ну, конечно, помяли её нормально так. Чё-то теперь она не сильно симпотная. Ну если так, типа вот так вот, вот так вот если смотреть, то ну типа пойдёт. А так уже чё-то не сильно. Так норм, а так не сильно. Норм, не очень. Ладно, всё, погнали. О, кого-то взяли в заложники. Чё, шмаляй. Красава. Шмальнул, так шмальнул. О, это батя был. Я думал, кто, кто. Кто знал, что тут твари эти двадцать лет людей жрали. Ужас. Ты понимаешь? А, простите. Я, как лейтёха сопливый, повёлся. Сам министр обороны меня примет. Глупенький. А вот был у меня в армии такой полковник. Такой же тупой. Мы сейчас какое-то новое место, да, пойдём. Но те, что светятся, минимум пару лет после войны работают. А внизу это штаб. Каспий-1, центр связи. Ещё в Новосибирске такой же отречен. Чё, пойдём в Новосибирск? У нас потащишь, этого не хватило. Не знаю, Ланя. Решать надо всем вместе, понимаешь? Вы бы поторопили, если всё черковато ставить. О-о-о-о. Идиот, всё нужно изобрать. Надо выходить. Чё, всё? Готовы? You ready? Окей. Чё, мы выйдем нормально, да? Можно выйти без всяких? О-о-о. Я понял. Чё, успеваем? Как вовремя, да? Я первый. Женщины вперёд. Ну чё, я один еду, нет? Алло. Кого ждём? Эй, а где чёлка? А, где чёлка? А, вот она. Я чуть-чуть так постреляю, я понимаю, что толка от этого нет. Опа. Надо подзарядиться. А мы сразу выйдем наружу? Или нам придётся... Ой-ё-ёй. Кто-то в меня даже попадает. Не, ну это чё-то слишком жёстко. Мы можем не выйти отсюда. Воу-воу-воу-воу. Прям лютый кипиш. Не, давайте выходить. Давайте никто здесь не останется. Не хочу, чтобы кто-то ещё погибал. Батя, давай. И ты тоже давай запрыгивай. Вот. Да, мы не пустим никого сюда на борт. Как пьёц их. Как зомби, да? Во всяких лэфт-фа-дэдах. Лэфт-фа-дэдах. Ну да, вы поняли. Ой, много патронов я потратил на них. Это плохо, кстати. Чё, я могу ранить свою разложить? Нет? Блин, нет, не могу. Всё, мы сбежали. Я так понимаю, мы сейчас какой-нибудь в Новосибирск. Поедем в какую-нибудь базу. Как эта база называлась? Помните, в... В обители зла, когда они... Пару частей-то она ехала туда. Блин. Я не помню. Напишите, если помните. Ну, батя, конечно, расстроился. Чё-то, всем сгрустнул и сразу, потому что... А чё ехали? Хер его знаю, да? Куда приехали? Чё делать? А всё? Всё? Никто не знает. Не, в Москву не варик возвращаться. Что мы сможем против Ганзы? Да и кто нам поверит? Доказать-то нечем. А может, вернёмся на Волгу? Там вроде жить можно. А с местными что делать? Они нам, если помните, не особо обрадовались. Убить всех? Кто-то готов на такое пойти? Артём ещё в Москве мечтал найти пригодное для жизни место и основать там колонию. Ну, так может, пора уже это сделать? Идея хорошая, да. Только как место найти? По всей стране мотаться. Аврория капремонт нужен. Она рано или поздно встанет. Что тогда? Ну да, он прав. Долго мы не сможем кататься. Что, спутники? Свалить с этой грёбой? Было бы неплохо, да? Следующая часть, день на Марсе. Метро на Марсе. Сколько лет после войны он работал. А музыка-то всё лучше и лучше, да? То ехать наугад не придётся. Данные радиационные развилки и даже просто свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту. А что если в этом центре что-нибудь похуже, каннибалов? Ту-ту. Не исключено. Но, во-первых, теперь мы будем действовать осторожно. Ну как такое, хороший кинчик смотрим, да? При этом ещё даже немножко участвуем. Ну что, Артём, поехали искать твоё идеальное место. Трубе объезд. Ну погнали. Моё место. Идеальное. Что, я должен опять сделать и пойти в карту, да? Во! Да, так всегда это перемещение. Вот в карту и всё. Три месяца в пути, три месяца испытаний. Чего, серьёзно? Три месяца не ехали? Мы уже готовы к чему угодно. От центра связи Каспия-1 нас отделяют считанные километры. Найдётся ли на хранящихся там картах безопасное от радиации место, где мы сможем наконец спокойно жить? Не знаю. Но что нам остаётся, кроме надежды? Пустыня даёт о себе знать. Ну всё хуже и хуже, да? Потому что без угля тяжело догнать такой пояс. Её пришлось перевести на подножный корм. Старые шпалы и хворост. Можно ещё людей закидывать туда тоже гореть будут. Опа! Шуточка. Не надо меня сажать. Всё. Загрузились. 3900 километров от Москвы. Ну я не знаю, от Москвы или не от Москвы, но мы столько проехали. Чё всё чёрно-белое это было? Мне не нравится. Проснулся только что ли? Это уже какой-то дикий запад напоминает. Какой-то РДР переместились. Сейчас на конях поскачем. Я думаю, коней не осталось в этом времени. Ну шо ты? Не грусти. А то и так у тебя не растёт. И жара. Хреново мне тут. Ты чё, как будто море высохло? Какая машина? Кого ты пугаешь? Ну какие-то корабли. Реально как будто в море куда было. Поп. Кто это? Ой, понятно. Короче, это очередное оконченное место. Мы же не можем просто так взять и найти хорошее место. Понятно у нас, иначе сюжета не будет, если всё нравится, нам будет. Они в посёлке торнознулись около дома, а с сентябрами. Понятно. Что с бойцами, Дамир? Степан совсем плох. Остальные пока держатся. В нормальной форме получается... А, чё-то нас маловато, нет? Аня, вы с Дамиром отправляетесь на разведку. Надо найти этот чёртов бункер и убираться отсюда. Вот только, говорит полковник, и понятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось разве только чайку заварить, а топлива и вовсе нет. Да, эту проблему тоже надо решать. Нам нужна вода, нам нужно топливо. Вторая задача — поиск воды и топлива. Но я уже сказал это... Чё ты повторяешь за мной? А кто шла? Да я-то осторожно. Я хотя бы в плен не попадаю к всяким убийцам. И чё мне надо сделать? Что нужно? Провести какую-то разведку? Они же идут на разведку. Можно я тут посижу? И, конечно, иди один, да? Да понятно. Я всегда готов. А твоя дрезина наш состанет. А знаете, шо? А мы можем... Не, он, конечно, молодец, говорит, выдвигайся. А я могу до верстака там дойти, все дела. Я знаю, что верстак у меня где-то здесь. В конце был. Иди сюда, дело есть. Ну давай. Дай быстрее, я деловой парень. На разведку собираешься. Опа. Глянь, пригодится. Чё такое? Я тут отличную штуку сообразил, как сделать. Высверлил пару шариков для тихаря. И начинил взрывчаткой. Разрывные пули, короче. Прикольно. Можешь сам попробовать. Там всё несложно. Пушки, не забывайте идти регулярно. Песок, сам понимаешь. Что там с помещением и бьёт. Так. Короче. Я так понимаю, да, здесь тоже оружие будет портиться, потому что песок, все дела. Но у меня всё готово. Мы, в принципе, можем выдвигаться. Аптечки есть, всё есть. А большего мне и не надо. Да? Так. Шутки, это, конечно, хорошо. Но куда мне идти? Мне надо в крест. И почему-то... Нет. Так можно было. А я и не знал. Ну ладно, пойдёмте. Погуляем по пустыне. Сейчас я только отмечу чуть-чуть, куда я точно иду. Ну, короче, идём по дороге. Да, мы там куда-то должны выйти. Я думаю, по пути мы сейчас лутанём вот эти вагончики. И мы же даже что-то найдём. Но я не уверен. Мы так-то полные. А, ещё мне интересно, будет ли здесь радиация? Придётся ли здесь... Ну чё, шманай? Придётся ли здесь носить противогаз? То, что если не надо будет, то... То меня это радует. Чё, нашли чё-то? Мне ещё патроны нужны. Я почему-то не стал делать патроны на коллаж. Потому что я подумал, что мы их, наверное, должны будем найти. Ну, это, конечно, не факт. Прикольно. Не факт, что найдём. Но попробовать стоит. Так. Тут есть какая-то будка. Я вот боюсь того момента, что я пропущу кого-то и не увижу. Ага. Бурю я вижу. Чё, попробуем зайти? А, ну понятно. Я думал, что-то будет стоящее тут. Тут так себе. Чё, всё собрали, нет? Чё, боец у нас всё? Ой-ёй. Шо это такое? Ну-ка. Ну-ка. О-о-о-о. Я вижу. Это какие-то новые зомбики у нас. Зомбики, зомбики, зомбики. У меня такое чувство, что у меня как будто в ППС просел очень жёстко вот здесь, вот в этой карте. Бурю! Ты как подкрался? Блин. Чё ты? О, там стреляют. Я хочу зайти пока в здание. Ни о чём не думать. Так. В дверь я зайти не могу. Да, я понял. Пошумел я знатно. А там стреляют в кого-то. Вы знаете, что давайте сделаем? Нам нужно будет убирать всех этих козлов из далёких расстояний. Поэтому мы наденем О-о-о-о-о, нет. Я понял. Но, скорее всего, они... Хотя, какая-то буря идёт. Возможно, и будет это работать. В кого они стреляют? я понял почетку ты столько ну я понял ну-ка давайте короче противогаз все-таки придется надеть мы слышим отлично ничего нет я вообще все неправильно сделал сейчас объясню во первых надо вы как меня нашли господи что-то зомбаки у нас стали помощней так ну сейчас чаще отдайте мне подготовиться вверх надо снарядиться нет не накачал качаем больше 23 ладно этого нам хватит теперь придется обратно ставить все эти наши патроны не патроны да вы поняли потому что все таки я думал нам придется из на ком-то большом расстоянии снимать этих но нет оказалось что нет но и аптечку придется захавать блин ну я прям слышу этих зомбаков и прям вот они но при этом подняться наверх я-то не могу как мне поднять а мне вообще точно сюда ну да значит подняться я где-то должен а вот машина на которой они приехали чё за мной идет все все хорошо я понял дробовик мне нравится во всей этой ситуации максимально нравится но можно что-то сделать а дверь куда ломили сети открывай я думаю что за то что мы пришли спасать ой да не не домой помочь пришли я думал подружимся сейчас ща 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 ты чё перепутал короче ребят по ходу с фпс вообще реально проблемы я наверно сейчас буду заканчивать потому что 4 4 4 у меня либо какой-то процесс запущен короче не было такого но то так все поехали отсюда ставь ручку открывай дверь заводи мотор я рано начал надо было всех убить да наверно так с хозяевами этой таратайки я так понимаю поболтать уже не получится несговорчивые какие чё поехали хотя будь у меня такая машина я бы тоже отдавать не захотел небось едешь себе кум королю кстати как раз сейчас и опробуешь пока ты тут в песке куличики ли я антенны разглядел значит и центр связи там думаю на маяке он так что дуй туда маяк огромный не пропустишь мне тут еще надо понаблюдать за окрестностями базы но как освобожусь может отправить к тебе до встречи все меня отправила далеко на мети ладно ребят я пошел решать эти фара проблемы с фпс вообще почему он так странно все это все выглядело не понимаю почему ну а завтра ждите видосик я надеюсь я все поправлю все будет чики-пуки давайте всем удачи подписывайтесь на канал и всем пока пока